Во вторую субботу августа убежденные спортсмены, профессионалы, любители и, конечно же, учителя физической культуры отмечают День физкультурника. В минувшие выходные праздник прошел по всей стране. Не забыли о нем и в Рассказово. Тему продолжит Екатерина Студенова. Каждый год спортивный праздник начинался с легкоатлетической эстафеты. В 2015 году от традиции отступили. 40 велосипедистов от стадиона «Спартак» проложили веломаршрут, посвященный здоровому образу жизни. Колонну возглавил председатель городского совета народных депутатов Сергей Алексеевич Свистунов. Удачи всем, здоровья и нам нужна сильная нация, которая придет к власти впоследствии и будет проводить городом Рассказово. Так? Для велосипедистов провели небольшой экскурс в историю города Рассказово. Прямо на центральной площади работник музея рассказала о купеческих зданиях. И вот до сих пор на территории нашего города сохранились купеческие постройки. Вот посмотрите на это прекрасное здание, которое сейчас продолжает нам служить. Это школа, бывший дом купца Праскурина Михаила Федоровича. Здесь вот, ребята, по улице Гагарина тоже целый ряд купеческих домов. Организованный колонной 40 велотуристов проследовали по городским улицам на стадион «Текстильщик». Тем временем на других площадках стадиона «Текстильщик» вовсю шли соревнования. Волейболисты боролись за праздничную победу. Неравнодушные к спорту люди, любители и профессионалы заняли свои места на трибунах в ожидании начала спортивных соревнований. Лучшие спортсмены города зажгли символичный олимпийский огонь. Дипломами и подарками отметили ветеранов спорта и подрастающие поколения спортсменов, которые стали лучшими не только на городских, но и на областных и на всероссийских соревнованиях. Награждается Поликашин Марк Михайлович за активное участие в спортивной жизни города. Легкоатлетическая эстафета началась с забега девушек. Анастасия Авдеева – чемпионка Тамбовской области по волейболу. Можно сказать, случайно попала на свою первую тренировку. Но те эмоции, которые она получила от игры, заставили влюбиться в этот вид спорта. Мне нравится, когда мы на области играем на серебряном мяче. А чем тебе? Почему там? Ну, как бы отстаивать честь города. Видеть радость на лицо тренера, когда мы выигрываем. Среди спринтеров мужского забега тоже оказалось немало профессионалов. Спортивный обозреватель Павел Рубченко в этом году решил сам поучаствовать в праздничной эстафете. Его команда сумела занять первое место. Решил собрать команду телекомпании «Творассказывай» и пригласил друзей своих из Тамбова. Два почти кандидата в спринте. И один, тоже как я, бегун на выносливость. Вот, спринтеры, они еще молодые. Вот, очень хорошо пробежали. Фактически это они сделали нам победу. Так что спасибо им. В стрельбе соревновались самые меткие. И взрослые дети старались попасть в десятку. Футбольное поле стадиона «Текстильщик» разделили на две половины. Так как желающих сразиться в профессиональной футбольной борьбе оказалось много. 16 команд города и района поборолись за звание лучших. По итогам 14-го года мы заняли в спартакиаде третье место в конкурсе на лучшее муниципальное образование по массовой физкультуре. Мы заняли третье место. У нас есть достаточно такие сильные спортсмены, которые, таких видов спорта, как борьба, бокс, лыжный спорт, футбол, карате. Текстильщик, футболистская борьба особенно. Вот они не стоят на месте. Они постоянно повышают свое мастерство и участвуют в российских соревнованиях, в турнирах. У каждого спортсмена свой любимый вид спорта. Для кого-то настольный теннис, для кого-то волейбол или футбол. Предпочтение тому или иному виду складывается с годами. Но объединяет их одна цель и идея. Спорт – это здоровье. День физкультурника продолжили отмечать до позднего вечера. Спортивные соревнования сменили песни вокально-инструментального ансамбля «Славяне». Екатерина Студенова, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказыва.